Всем привет-привет! Добро пожаловать ко мне на канал. С вами я, Елена. И в этом видео, именно в этом видео, я сделаю обзор на Тавук Дуньясы. Один из моих зрителей очень настойчиво и уверенно писал мне почти каждый раз под каждыми другими видео, чтобы я сделала обзор на Тавук Дуньясы. Я вас услышала, я вас увидела, и наконец-то я добралась до центра Мунафгата, именно до этого ресторана, и сегодня буду делать на него обзор. А вам, в свою очередь, скажите мне, пожалуйста, как вас зовут и откуда вы? Мне будет очень приятно и вообще очень интересно, потому что вы все знаете, что... Я очень часто говорю, что я из города Уфы, из Башкирии. Два года мы уже здесь живем, чуть больше двух лет, мы уже живем здесь, в Сиде Мунафгате, вот так что вы тоже поделитесь, откуда вы такой настойчивый мой зритель. Давайте начнем. Когда вы приезжаете сюда, к нам гулять из Сиде в Мунафгат, я вам, знаете, рекомендую посетить ресторан Тавук Дуньясы. Также еще он называется... Сейчас вам покажу. Гагава. Он мне всегда писал, но сделайте, пожалуйста, обзор на Гагаву. Делаю. Давайте начнем. Этот ресторан находится напротив ПТТ. Вот наш ПТТ. ПТТ это значит почта, центральная почта. Когда вы будете приезжать, вы можете выйти прямо на этой остановке, так и сказать ПТТ. Вот, напротив, считай, будет этот ресторан. Или здесь у нас прямо здесь, прямо вот, не знаю, 100 метров желтый мост. Можете на желтом мосте выйти. Либо же в самом начале это там, где будет Вайкики. И уже от Вайкики сюда спуститься и прогуляться к этому ресторану. Здесь очень и очень все вкусно. Сейчас найдем с вами такой неприметный столик, чтобы мне было удобно снимать и делать обзоры. Давайте где-нибудь здесь, да, чтобы я другим людям не мешала. Ну, где-нибудь здесь сейчас вот так вот сяду. Можно вот этот столик выбрать, можно этот. Давайте вот здесь. такс. Минь, делай мне. Ага. Ага, ты щекюри дарисал. Сейчас посмотрим, что... Ой, мамочки, это мне такая реакция на цены, потому что совсем недавно мы здесь заказывали те же самые блюда, но стоили они... Сейчас вам скажу, 160-150 лир. А сейчас они по 230... Да, ну вот есть 240. Вот эти блюда, которые были от 250... Ой, они были где-то, наверное, 190-200. Ну, может быть, 210. Видите, сейчас 250. Салаты. Так, и... Сейчас еще вот здесь. Напитки вот эти вот. У них здесь нету чай-кофе, у них есть здесь такие холодные, ну, прохладительные напитки. Значит, по 50 они и по 65. А я брала 20 или 25 лир. Ну... Вот так. Значит, кока-кола, там, фанта, спрайт. Видите, по 45 все. Здесь... А здесь дополнительные там плюшечки, которые можно заказать. Там картошка фри. Эти... Сейчас скажу... Сырные какие-то палочки. Там новые котлетки у них. Знаете, так и как закуска. Есть сырные, картофельные различные и чорба. Чорба у них, видите, 50-55 лир. А я покупала за 15 лир чорбу. Да, 15. А сейчас, видите, 50-55. Вот это да. Вот так, здрасте. Вот приехали. Ну, ладно, а что делать-то? Сейчас я вам расскажу, как здесь... Ну, вообще, что здесь есть. В чем, можно сказать, фишка этого тавук-дуньясы. Тавук-дуньясы переводится, знаете, как... Ну, вот это... Что типа как-то все из курицы. Типа куриные блюда того, как это курица. На самом деле здесь очень-очень вкусно, потому что здесь различные невероятно вкусные соусы. Вот даже здесь показано на тарелке. То есть вы выбираете, допустим, какое у вас будет мясо. Я имею в виду, с каким соусом. Здесь же все из курицы. С каким соусом? Там с грибами, без грибов. Острые, не острые. Также здесь еще на выбор дается рожки. И... Ну, вот эти, да? И картошка фри. Если рожки, вот эти макароны, то они двух видов. Есть классические сливочные и есть с томатным соусом. И обычные простые картошка фри. И тут же тут на выбор два салата. Но в основном все берут обычный салат, который вот такой вот, вот этот вот первый. Вот его берут. Второй, там, где есть брокколи, там цветная белая капуста. Это мало кто ест, и его мало кто заказывает. Вот в основном такой классический. Там помидоры, огурчики, зелень. Что я могу от себя рекомендовать? Что здесь вкусно? Мне очень нравится вот такой вот, сейчас скажу, Алина Злык Тавук. Там есть грибы. Мне очень нравится он с грибами. Сейчас еще скажу. Вот такой Шефир Тавесы тоже вкусный. Там грибов нет, но тоже он очень вкусный. Например, если кто-то не ест грибы, будьте внимательны, чтобы, например, выбирать блюда без грибов. Если не любите, чтобы было что-то такое сильно острое, рекомендую тоже обращать на это внимание. И спрашивайте, там острые, не острые. Потому что у них здесь невероятно острые блюда. Ну, если вот кто-то любит острых, то здесь прям очень мощные они такие по остроте. Тоже надо обращать внимание. Вот у них, видите, даже вот Аня так свечивает. Сейчас лучше вот так. Вот видите, нарисовано 4 перчика. То есть это будет очень сильно острый. Вот здесь нарисовано 2 перчика, видите? То есть более-менее по остроте. Вот тоже есть более-менее по остроте. Вот. Здесь вот такие вот есть блюда, да? Они, значит, их всего лишь 3. Чем они отличаются от таких блюд? Ну, от такого, да, блюда? Здесь у вас будут и спагетти, и картошка фри, как вы видите. Но, например, курица. Если здесь курица у нас идет кусочками, да? Вот обратите внимание. То есть в каждом блюде она такая кусочками. То здесь она идет цельная курица. В принципе, и все. Тут вот, который уже по 390 блюда. Здесь они вот, видите, там как с котлетами они идут. Ну, в общем, в принципе, вот. Салаты тут тоже. Давайте я сейчас закажу то вкусное блюдо, которое я постоянно заказываю. Я с грибами, мне очень нравится. Здесь будет, смотрите. Сейчас я вам скажу. Вот это алина, зык, тавук. Тут будут курица, грибы. Вместе там, да? И плюс еще этот белый такой йогуртовый соус с баклажаном. Бубитана Матамама. Алина Азиктал. Эвет. Вы сейчас наичи джек. Кола фантаз, супрай, лимонад, карадут. Челек, давай, там, окей. Тысяча кюри дарис. Так. Ну что, в принципе, я сделала свой заказ. Смотрите. Также еще можно подняться выше этажом. Здесь их четыре этажа. На самом последнем этаже будет туалет. Не забывайте. Также можно подняться песком и на лифте. В основном все кушают, ну, едят здесь, на первом этаже. Там на улице столики я вам показывала. И здесь внутри. Вторые, третьи этажи, они практически пустые. Там никого нет. И вот на лифте поднимаются на последний этаж в дамскую мужскую комнату. Тысяча кюри дарис. Это я уже сказала. Пока мне несут мой заказ. Сейчас будет от меня небольшая рекламная пауза. Так как вы не все знаете, но я каждый раз проговариваю это в каждом своем видео. Смотрите. Когда вы сюда приезжаете, в аэропорт, да, прилетаете в аэропорт Анталии, вы уже все прилетаете, такие вы уже все уставшие. Поэтому мы вам предлагаем наш трансфер, чтобы вас легко, с ветерком, с кондиционером, быстро, шустро и оперативно, с комфортом также довезти вас до вашего отеля. Чтобы вы не ехали на общественном трансфере. И пока вы будете ехать, вы можете ехать 2-3 часа. Но, конечно, это все зависит от того, где расположен ваш отель. Мы вас довезем гораздо быстрее. Потому что мы не будем заезжать в другие отели. Мы же будем напрямую ехать. Пожалуйста, это не забывайте, тоже учитывайте. Дальше. Мы меняем рубли на лиры. Если кому-то нужно, необходимо, мы все это делаем при личной встрече. Как это у нас происходит? Вы рубли переводите на карты Сбербанка или Тинькофф. А мы вам отдаем наличкой лиры. Только, пожалуйста, убедительная просьба. Не нужно нам давать деньги наличкой здесь, в Турции. Они здесь потом никому не нужны. И здесь их никто не принимает. Понимаете? Просто у нас был такой случай совсем недавно. Зритель нашего YouTube-канала нечаянно ошибся. И вот так получилось. Но бывает ничего страшного. В прошлом году тоже было пару таких случаев. Онлайн. Онлайн. Хорошо? Это очень важно. Кстати, курс сейчас на сегодняшний день 3.3. Он меняется. Курс будем мы с вами проговаривать в тот день, когда вы захотите поменять. Я для чего это говорю? Для того, чтобы не было двойной конвертации. В любом случае, вы все равно в своем городе покупаете доллары или евро. Сначала их покупаете. Потом здесь вы их снова меняете на лиры. Получается двойная конвертация. А мы вам сразу меняем рубли на лиры. Имейте в виду. Также еще есть такое, что здесь не принимают старые доллары. Доллары и евро. Когда вы будете их покупать в своем городе, в своей стране, их здесь не принимают. Имейте в виду. Да. Если где-то и примут, это нужно побегать поискать, где их примут. Но там возьмут комиссию, потому что они старые. Каждый раз я в этом видео проговариваю не просто так. Понимаете? Не просто так. Чтобы потом не случилось, что вы здесь будете бегать и не знаете, где их поменять. А еще и с комиссией. Это я вам сказала. И? А, экскурсии. Экскурсии. Также организуем для вас экскурсии. И еще аренда автомобиля и шопинг. Шопинг в Анталию. Почему шопинг в Анталию? Потому что у нас здесь нет таких брендов, как Zara. Ну, всеми любимых. Да, Massimo Duty, Adidas, Nike, Tommy Half Figure, La Costa, к сожалению, там, Bershka. Этих брендов у нас здесь их нет. Эти бренды есть в Анталии. И мы туда возим на шопинг на целый полный день. Пишите, обращайтесь. Вот. Так. Это была у нас такая, знаете, небольшая реклама. Все, что я вам сейчас проговорила, здесь выйдет номер телефона. Это номер телефона. Моего мужа зовут его Иван. На WhatsApp. Пожалуйста, пишите. Бронируйте. Трансфер аренды автомобилей, шопинги, экскурсии. Все организуем. С наилучшим и самым наилучшим образом только для вас. Так, ну что, я жду. Где же мой заказ? Ну что, принесли мне мою порцию. Смотрите, вот так это все выглядит. Плюс смурс и кусочек булочки. Как я уже и говорила, вот именно эта курица, чем она мне нравится? Тем, что здесь есть грибы. И плюс вот этот вот соус. Здесь он сливочный и баклажаны. Вот как-то они так вкусно запекают его, он горячий. Это очень-очень вкусно, невероятно. Значит, спагетти. О, нет, господи, рожки вот эти, да? Они у меня со сливочным соусом. Я же говорила, что там можно выбрать томат, но можно со сливочным. Нет, у меня со сливочным. И обычный такой классический салат. Помидоры, что-то огурцы, зелень тут какая-то. Ну так. Все это можно посолить. Вот здесь вот и есть соль, перец, там соус гранатовый, лимонный. Вот. Я знаю, что это все безумно-безумно вкусно. Давайте будем пробовать. Так, сейчас, секундочку. Я хочу на себя перевернуть. О! Как раз горячее все. Все, как я люблю. Вот не знаю, как они его готовят, этот соус. Очень вкусно. Я не скажу, что я беру только именно это блюдо, но чаще всего беру его. Оно мне очень нравится. Такое уже, знаете, проверенное. Также я бы еще хотела сказать, ну, если вы будете с кем-то, возьмите разные. У друг друга попробуйте, потому что все соусы невероятно вкусные. Это правда. По ценам, конечно, я вам не скажу. Дорого-то недорого. Но сейчас все стало в Турции дорого. Понимаете, никуда не денешься. Тут уже выбор, как говорится, каждого. Если мы раньше очень часто ходили в такие подобные заведения, да, могли себе позволить, то сейчас просто пореже. Но все равно, в любом случае, все ходят. Пробую спагетти. Ой, крошки. Этот. Сливочный соус у меня здесь какой-то вкусный. И что самое интересное, здесь все вкусы, они такие ненавязчивые. Нет такого, чтобы такой был ярко-сливочный. И, ну, как-то немножко он раздражал, например. Нет. Вкусно. Прелесть. Все смотрят у меня из разных стран. Плюс часовые пояса. Поэтому, если вы сейчас вдруг завтракаете, обедаете, ужинаете, или какой-то у вас перекус, я вам всем желаю приятного аппетита. Ну все, очень хорошо я пообедала. Я осталась довольна, потому что здесь всегда вкусно. Честное слово, да, вкусно. Что я хотела сказать. И здесь есть кое-какие, ну, изменения. Дело в том, что раньше, когда вы здесь покушаете, к вам подходит официант. Он идет, как обычно, с этим аппаратом. То есть, ну, может, вы карточкой будете рассчитываться, либо наличкой, да. А сейчас к вам никто не подходит. Нужно самой идти в кассу, называть номер вашего столика. Оказывается, сейчас так. И там уже она смотрит на себя в компьютере, вбивает этот номер столика и говорит вам счет. Вот, не забывайте, что обращайте внимание, какой у вас номер столика, и нужно будет подходить в кассу. Вот, это, в принципе, и все. Счет у меня вышел на 290 лир. Умножаем на 3.4, ой, на 3.3, получаем цену в рублях. Вот настолько сегодня я пообедала. Хорошо, я довольна. Я такая сытая, довольная, счастливая. Ну и все. Совсем скоро мы с вами увидимся вновь. Зритель, который был настойчивый и попросил меня несколько раз в комментариях, чтобы я сняла Тавук Дуньясы. Вы довольны? Надеюсь, что вы довольны. Ну все, пока-пока, мои хорошие, пока-пока. Совсем скоро мы с вами увидимся вновь. Ой, наелась, аж язык заплетается. Ну а я, в свою очередь, вам всем желаю счастья, любви и прекрасного настроения. Пока-пока, мои хорошие, пока-пока.